В последнее время, решая жизненно важные вопросы, многие люди обращаются к каким-то, на первый взгляд, странным силам извне, к эзотерике, нумерологии, астрологии, и в этой связи популярны так называемые психологические игры. С виду это напоминает монополию, но на деле помогает разобраться в себе и ответить на интересующие жизненные вопросы. Как это происходит на самом деле, предлагаю узнать, став непосредственным участником процесса. Что такое трансформационная игра? Т-игра еще называют. Это уникальный инструмент, с помощью которого можно ответить на свои какие-то вопросы, которые для вас актуальны. Как в личной жизни, как в взаимоотношении, допустим, с финансовой сферой, или с самореализацией, ну или какие-то другие глубинные вопросы, которые хотелось бы проработать. Эта игра называется «Энергия денег». Энергия денег – это наглядная модель того, как работают финансы, и как человек может и умеет с ними обращаться. Основная задача игры состоит в том, чтобы научить делать так, чтобы деньги работали на вас, а не вы работали ради них. Если говорить о финансовой игре, то люди приходят играть, имея на сегодняшний день абсолютно разный достаток. И те, кто зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, и те, кто зарабатывает больше миллиона в месяц. И каждый в этой игре находит для себя какое-то зерно, какую-то фишку, какую-то программу, может быть, которая мешает продвигаться к более высоким целям в плане финансов. Кто-то прорабатывает через эту игру отношение к деньгам, кто-то прорабатывает энергию благодарности, например. И понимает, что надо благодарить не только всех вокруг, но и в первую очередь себя. Какие инвестиции предпочтительнее? Образование детей, самообразование, бизнес, депозит. Выбери одну. Самообразование. Если я буду развиваться во всех сферах, то я могу дать образование, у меня будут инвестиции. Я сделаю бизнес, ни один, ни два, ни три. И за счет этого у меня будет образование моих детей, и у меня будут депозиты, если у меня будет самообразование. Игра «Денежный поток» — это и психологическая прокачка, и неформальное общение людей с общими интересами, которые хотят достичь финансовой свободы. Среди игроков встречаются люди различного статуса, возраста и профессии. Обычно, если полный цикл, то мы играем от 4 до 80 часов. Я играла уже очень много игр, и ни одна игра не похожа так на друга. Разная энергия, разные взаимодействия. Где-то игры идут легче, где-то сложнее, где-то в игре много денег, зарабатывается где-то меньше, веселее, скучнее. То есть абсолютно разные. И есть, допустим, в моем окружении люди, которые уже играли и по 5, и по 8 раз в одну и ту же игру. С каждым разом узнают все больше и больше о себе, о каких-то своих качествах, о том, что им поможет двигаться дальше. Вообще, эта игра, она и называется «Энергия денег. 12 ключей». И в игре нужно соврать 12 ключей. Они отвечают на вопросы, как мы взаимодействуем с деньгами, какие действия мы должны сделать, чтобы прийти к своей цели, которую мы ставим на игру. Насколько мы ценим себя, что у нас с самооценкой, наши таланты, благодарность, финансовая грамотность. Это интересная тема для интересных людей, которые, может быть, в силу того, что некогда встречаться и не всегда поговоришь на какие-то глубокие темы, а может каким-то событием объединить, взять 5 очень, на мой взгляд, мне интересных людей пригласить. И мне интересно услышать их мнение на реакции, на задачи в этих карточках. Трансформационные игры – это целая группа настольных игр, направленных на различные запросы, отношения с деньгами, руководителем, подчиненными, отношения со второй половинкой или родителями. Есть игра «Пять языков любви», которую я очень люблю. Это игра про взаимоотношения, это то, как мы общаемся с миром, как мы транслируем свою любовь, и как другие люди транслируют нам свою любовь, понимаем мы ее или нет, слышим или не слышим. Благодаря игре и поняв язык любви, на котором говорит их близкий человек, допустим, мама или папа, они могут выстроить новые взаимоотношения. Эта игра основана на взаимодействии человека с картами Таро. У каждого игрока своя колода, он вытаскивает карточки и транслирует их в зависимости от своего внутреннего состояния, потому что все ответы есть у него внутри. Это не гадание, это не игра развлечения, это игра о понимании своего запроса, и через свое глубинное «я» ответ он получает на спорте. Эту игру нельзя назвать развлечением, это обучающая программа, которая поможет вам во всех сферах жизни. Однако практически каждая игра содержит в себе элемент волшебства и неожиданности, что делает ее еще более захватывающей и интересной. Она дает возможность хотя бы на время вернуться в детство, позволяет высвободить внутренний ресурс, пробудить забытые мечты и желания.